Мы посмотрели на ваш чудесный код консольного приложения, собрали впечатление. Не, ну что там, ничего особо смешного и ничего особо выдающегося тоже нет, но некоторые признаки, некоторые ошибки, о которых хочется поговорить, мы о них сейчас вот поговорим практически в прямом эфире. Итак, я уверен, что вы наверняка смотрели последний модуль на степике, где тоже говорилось про приложение, поэтому то, с чего мы начнем, для вас не будет большим сюрпризом, но мы посмотрим некоторые другие характеристики этих прекрасных кораблей. Значит, начнем мы с коннекций. Прекрасная вещь, подключение, которых ограниченное количество, которые можно легко создать в своем коде и которые очень легко в этом же коде не закрыть, что приводит к последствиям достаточно печальным, и я это испытываю довольно часто на своей собственной шкуре до некоторого времени. Давайте для начала посмотрим на эффект, когда коннекция создается многое и не закрывается. Тут, как вы видите, в цикле создаем 101 соединение, говорим pg-driver-connect, открываем курсор, выполняем запрос и складываем коннекцию в список для исключительно для того, чтобы не вызывался раньше времени деструктор этого объекта. Она может, разумеется, попадать в список по каким-то другим причинам, потому что в каких-то других объектах создаете эти коннекции, но тут у нас нужно, чтобы код поместился на один экран, соответственно, на одном экране я их сохраняю в памяти таким образом. выполним это, python, app, py, и типа оно выполнилось, да? А почему? Не-не-не, там не больше. Что, 101, это маловато будет? Не, нормально. Да, вот оно работает, почему это действительно было вопросом, но тут, чего я хотел, того я добился, увидел прекрасное сообщение sorry to many clients already, как часто я его видел в логах до недавнего времени у нас, вы бы знали. Все потому, что таки, да, позволял в коде довольно в тонком месте, но утекали коннекции. Значит, больше, чем 100 коннекций в Postgres'е с настройками по умолчанию создать не получится. Можно, если при желании их количество увеличить, но это крайне не рекомендуется делать. Почему? Потому что… По нескольким причинам. Потому что вряд ли у вас, во-первых, есть 100 ядер у Postgres'а. Вот. С точки зрения производительности, повышение количества параллельно работающих запросов, ничего особенного не привносят. Ну да, они там могут ждать немножечко, пока крутится диск, но у вас и дисков-то не 100, вот, и ядер не 100. У вас, скорее всего, один, ну, два, ну, три диска, которые могут одновременно крутиться и искать пользовательские данные. И у вас, ну, если вы гоняете даже на хорошем железе, ну, в 16 там ядер, которые могут что-то вычислять, а скорее всего одно, и то, скорее всего, нету, если это в каком-нибудь Клауде. Вот. Так что повышение, увеличение количества одновременно открытых подключений ни к чему хорошему с точки зрения производительности привести не может. Наоборот, рекомендуется их для повышения производительности уменьшать. Кроме того, что оно не увеличит производительность само по себе, так еще и каждая коннекция тратит какое-то количество ресурсов, и давайте посмотрим, какое. Вот тут верну обратно на 99. У меня вот тут включена команда DockerStats. Тут Postgres у меня крутится в контейнере. И вот это его контейнер, который сейчас занимает 30 мегабайт памяти. Запустим наш скриптец. Он создал 99, или сколько там, коннекций. И сейчас наше приложение занимает 114 мегабайт памяти, наш Postgres. Вот. То есть, создав 100 коннекций, мы примерно на 100 мегабайт потребления памяти увеличили. Ну и, соответственно, 100 коннекций, 100 мегабайт, 1000 гигабайт. И, скорее всего, через какое-то время по оперативной памяти вам будет не хватать. Нажали на Enter, увидели, что снова упало до 30. Окей. Что с этим делать? Что с этим делать? Как с этим быть? Как же с коннекциями обращаться? Ну, совет коннекции закрывать, он как бы, да, нужен. Коннекции нужно закрывать. По крайней мере, вызывать какой-то метод, который называется close. Вне зависимости от того, что на самом деле происходит. И вообще, когда вы видите что-нибудь, у чего есть метод close, скорее всего, ну, если это не дверь, то, скорее всего, этот метод нужно вызывать тогда, когда объект вам больше не нужен. В питоне это не так очевидно. В питоне тоже достаточно легко это делается с конструкцией Viz. В Java, Kotlin, есть тоже специальные конструкторы, Travis Resources и Use, которые делают примерно то же самое. Вызывают метод close у того, на чем они действуют. Значит, если просто так закрывать коннекцию, создавать ее заново, то ни к чему хорошему это, конечно, не приведет, потому что открытие коннекции — вещь дорогая, и на это тратятся какие-то ресурсы. Стандартным приемом для того, чтобы не плодить коннекции в больших количествах, и в то же время работа с ними более или менее быстрая является использование коннекшн-пула. Они бывают разные, коннекшн-пулы, бывают более или менее разумные. У них, как правило, у всех есть ограничения на максимальное количество коннекций, вполне разумное ограничение, потому что не может же он вам создавать их бесконечно, и он тогда не будет отличаться от предыдущего кода. И поведение пулов относительно того момента, когда вы создаете слишком много коннекций, оно тоже может быть разным. Вот тут в коде я создаю примитивный коннекшн-пул, как следует из его названия, не примитивный, но простой, простой, в котором есть ограничение, максимальное число коннекций равно 20. Используется пул примерно так же, как и создание коннекций напрямую драйвером. Метод getCon коннекцию создает, после чего можно с подключением работать так, как заблагорассудится. В этом коде ничего не изменено по сравнению с предыдущим, кроме строчки, создающей подключение. И давайте увидим несколько аспектов его поведения. Кто знает, что произойдет сейчас, вот если я создал пул размером 20 с коннекцией и вот таким образом с ним обращаюсь? Нет, передавать не будет. Этот пул нам сказал, что, извините, но свободных подключений у нас для вас нет и упал с ошибкой. Некоторые реализации коннекшн-пулов могут блокировать просто вызов, типа вот тут на 21 я бы стал ждать, ну и ждал бы, пока освободится какая-нибудь коннекция. Вот, некоторые, возможно, умеют делать что-то еще, вот, но конкретно этот вот швырнул ошибку. Окей, давайте увеличим его размер до прежних 100 и прогоним тот же самый код. Вот здесь, здесь. Что у нас тут сейчас? 30 мегабайт. Прогнали код. Создал он эти свои 100 коннекций. Вот, обратите внимание, что мы их в пул не возвращали, и результат вполне ожидаемый. потребление памяти в Postgres у нас все те же самые, 114 мегабайт. Если мы коннекции из пула брали, но в пул не возвращали, что этот код и делает, то нет никаких неожиданностей. Они как потребляли ресурсы, как не закрывались, так и не закрываются. Да. Она должна закрыться, потому что переиспользовать ее в дальнейшем без ведома предыдущего кода нельзя, хотя бы с точки зрения транзакции. Ну как, она должна подтвердиться. Закрыться она не может, потому что это то же самое, что ее создавать и закрывать. Должна подтвердиться транзакция, то есть закончится действие текущего транзакции, мы сейчас перейдем, а дальше она остается открытой. Каждый раз открывается тоже накладно? Да. Ну я потому и сказал, что и исправился, что да, каждый раз открывается это накладно, поэтому да, она держится открытой, как соединение с пользователем его правами, но транзакция, которая в ней была, она закрывается, если там была какая-нибудь транзакция, состоящая больше, чем из одной строчки. Значит, давайте посмотрим на закрытие, на закрытие коннекций. Бам. Бам, этот нам больше не нужен. Теперь мы коннекцию получаем, что-то выполняем, закрываем коннекцию, не закрываем, возвращаем ее в пул. Запустим приложение снова, отработали, и вот теперь потребление памяти в Postgres. Такое же, как и было, 99 или сколько там раз мы коннекцию создали, столько же раз ее вернули, ну, не создали, попросили у пула, столько же раз ее в пул вернули. Скорее всего, практически создалась ровно одна, потому что мы тут не делаем никакого параллелизма, просим коннекцию, выполняем оператор, возвращаем коннекцию. Вот, и с Postgres'ом все хорошо. Значит, какие проблемы в этом коде? Проблема заключается в том, что этот код коннекции, конечно, в пул возвращает, но не всегда. Ну, то есть, этот код всегда, вот, но если бы тут было написано что-нибудь более сложное, чем select звездочка from flight, например, такой прекрасный запрос, который время от времени делает деление на ноль. Ну, мне нужен был какой-то, какая-то исключительная операция. Вот он иногда это делает. И тут во внутреннем цикле я четыре раза пробую выполнить этот запрос. Хотя бы раз там, да упадет что-нибудь. Во внутреннем цикле я типа возвращаю коннекцию к соединению в пул. Но, разумеется, если тут упадет деление на ноль, то мы вылетим с exception вот сюда, где коннекцию в пул вернуть уже не сможем. Вот, ну и давайте убедимся, что эффект такой, какой мы ждем. 30 мегабайт потребляет поздно сейчас. 123 мегабайта потребляет после выполнения этого кода. То есть, где-то у нас висят все наши коннекции. Ну, и если посмотреть в консоль, то тут вот куча куча ошибок с делением на ноль. Все ожидаемо отработало. Exception выпали. Тут поймались, но коннекция не вернулась. Значит, прекратим это дело. Вернем ресурсы по сгрессу. Вот, соответственно, что нужно было бы сделать, это окружить в try catch. Сейчас-то у меня светят все мои пробелы. Accept. Finally в питоне, да, тоже есть? Есть такой? Я, честно говоря, не пишу на питоне. Поэтому. Так. Па-бам. Выполнили. Увидели, что на этот раз с потреблением памяти все хорошо. Оставшихся коннекций нет, но тут все то же самое. Соответственно, коннекции в пул нужно возвращать. И, как видите, это даже может быть проблемой более серьезной, чем чем недостаток коннекций на сервере, потому что пул может упасть просто раньше. Если вы ему дадите не 100 коннекций, а всего лишь 20, то невозвращенное вовремя соединение исчерпает ваш пул быстрее, чем, да, возможно, даже ресурсы сервера. окей, с соединениями их их реиспользованием и возвращением в пул разобрались. Давайте посмотрим, что еще бывает у соединения такого, что может оказаться сюрпризом. тадам, давайте пул уберем со всем этим. Хотя нет, пусть живет. там, 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 execute update flight set исключительно от балды напишу какие-нибудь числа, где где id равен двум. есть у меня хоть такие атрибуты. Остановись. set elect звездочка from flight ты язык. Мерзкая штука. id есть, где id равен один планета 33 хочу поменять планету с 33 на 10 в этом полете. И сейчас это у меня скорее всего получится, потому что значение по умолчанию не такие, но потом попробую сделать, чтобы не получилось. А, нет, все нормально. hit enter. hit enter. Окей, значит, взяли коннекцию с пула, взяли курсор, сказали курсору выполни, update flight планет, а, два, черт, может, уже и получилось. все равно не получилось. Значит, поставь идентификатор планеты десятый там, где идентификатор полета равен двум. И, казалось бы, что должно помешать нам тут после этого увидеть то, что мы ожидаем, увидеть идентификатор планеты равный десять в записи про полет с идентификатором два. Нет, совсем не кэши, но, как это, мне нравится ход ваших материалей. Нет, дело не в кэшах, а в том, что все, что мы делаем из приложения с базой данных происходит в рамках транзакции. Транзакция конкретно в питомовском DBAPI управляется соединением. И для того, чтобы изменения произошли, вот, нужно транзакцию закоммитить, подтвердить. Что такое транзакция для тех, кто не знает, мы будем более подробно говорить попозже. Вот сейчас, если коротко, транзакция это такой объект, который позволяет гарантировать применение или не применение всех операторов, которые были в нем выполнены одновременно. У транзакции есть два варианта завершения, подтверждение или откат. Вот, и подтверждение чаще всего должно быть явным, подтверждение это слово commit, откат это слово rollback. Вот, подтверждение чаще всего должно быть явным, сейчас с некоторыми оговорками. Вот, и до тех пор, пока вы транзакцию не подтвердили, изменения, которые вы сделали, будут в лучшем случае видны вам. Вот, и никому другому. Ну, соответственно, в нашем коде подтверждения транзакции мы не делали, давайте попробуем его сделать и увидеть, получили ли мы ожидаемый результат. Получили. Теперь динамистикатор планеты 10 во втором полете. Значит, с некоторыми, я упомянул некоторые оговорки, есть у драйверов и API режим автоподтверждения транзакции, в котором каждый выполняемый метод execute это отдельная транзакция, которая автоматически подтверждается после окончания. Вот, и если бы этот режим был включен, то тогда бы у нас код отработал и без явного вызова dbcommit изменил бы. Но тут по умолчанию он не включен. Вот, режим автоподтверждения, я, честно говоря, не помню, как. Если кто помнит, подскажите. Я не помню, как выглядит вызов метод или какое-то свойство нужно поставить. какой-нибудь сет автокоммит равно true. Да, а тут Google мне и вам в помощь. Вот, если кто может погуглить, погуглить. Значит, мы могли бы явно откатить транзакцию, написать dbrollback, rollback, и тогда бы эффект был тот же самый. Та-дам. Мы бы ничего не сделали с нашей базой данных. Разумеется, тут я просто так написал rollback, тут мог быть вопрос к пользователю. Мы обнаружили, что полет номер два летит на такую-то планету. Действительно хотите поменять? Да, поменяем. В этом случае commit. Если нет, не хотим, то rollback. Или если там нажать на кнопку окей, это подтверждение транзакции, на cancel, это откат транзакции. Да, давайте посмотрим, что тут select planet id from flight, где id равен двум. убедимся, что он вернет нам наши изменения. Curve fetch one ноль print. Бам. Вернул три, как и ожидалось. В это время у другого клиента все по-прежнему десять. вот, ну и после того, как все закончится, будет откат, и второй клиент будет по-прежнему видеть десять. Диспетчер транзакций тут ни при чем, он работает, когда распределенная транзакция, он нужен, когда нужна распределенная транзакция, для транзакций локальных диспетчер транзакций не нужен, сама СУБД с ним справляется сама. Да. Так. Да. 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 Это делать просто для того, чтобы упускать все через создание расписаний, которое устроено СУБД. Да, для того, чтобы не делать отдельно с англой. Да, для того, чтобы соблюдались обещанные базы данных свойства. Видите, свойства. Вот. И раз она их обещает всегда, она их всегда выполняет. Соответственно, для этого автокоммит просто на стороне клиента включает флажок и добавляет begin и commit вначале. Вот. Ну, если вам очень интересно, я вам коротко расскажу. Значит, в Postgres как нету как таковой операции изменения данных на диске там, где она хранится, там, где хранятся данные отношения. Когда у вас где-то в блоке на диске записано, что ID полета, ID планеты planet ID 2, тут 10, изначальные данные. Когда какая-нибудь транзакция меняет 10 на 3, то создается новая дисковая страница, в которой написано ID planet ID 2, 3. У этой дисковой страницы появляется новая временная метка. Давайте дам ей номер 10, а это номер 0. Вот. И флажок подтверждено изменение или нет. Committed Committed равно false. Вот. И, соответственно, те транзакции, которые начались до изменившей транзакции, они видят по-прежнему значение 10. Те, которые начались позже, тоже по-прежнему видят 10, потому что последнее подтвержденное у нас предыдущее. Вот. И, соответственно, вот ответ на вопрос, где это хранится. Это хранится на диске, на дисковой странице. Ну, если это успело долететь до диска во время работы, может и память хранится, но это не очень важно. Таймстэмпы все равно устранить память тоже есть. Вот. Хранится на диске видно пока что только той транзакции, которая сделала изменение, когда флажок перейдет в true, вот, то станет видно всем транзакциям начавшимся позже. Когда это закрывает, то она тяжеловесная. Сейчас я про нее тоже скажу. Она условно-тяжеловесная, курсор. Ну, то есть, я попробовал сделать пример, у меня не получилось уронить Postgres, создав 300 тысяч курсоров и не закрытых. Вот, я не знаю, действительно ли они не закрылись под капотом, в этом я не очень уверен, но возможно, что нет. Вот, но тем не менее на курсоры некоторое количество ресурсов выделяется и до тех пор, пока вы держите курсор, это означает, что транзакцию вы тоже держите, потому что если, когда транзакция закроется, закроются и курсоры. Вот, а когда вы держите транзакцию, то вот это вот изменение, которое транзакция сделала, не закомичена, оно тоже держится. Вот, и в это время происходят другие какие-то изменения, добавляются новые страницы, и у Postgres появляется такая цепочка изменений, которые он в нормальном состоянии время от времени чистит, когда обнаруживает, что у какой-то страниц, что все завершившиеся транзакции имеют номер меньше, чем timestamp страницы. Вот, а вот незавершенная транзакция будет держать это изменение, и вот история изменений Postgresа будет накапливаться. Так. Да. Ну, не открыв курсор у вас не получится все равно ничего сделать. А, в смысле сохранять курсор, курсор, да, может, может быть переиспользован. Она все равно открывается. даже для Select она открывается, потому что у Select тоже могут быть разные модели изоляции. Опять же, про это позже все в курсе. Вот, транзакция открывается все равно, это может быть не видно приложению, но без транзакции все равно не работает база данных. Вот. Тут курсор сам по себе к транзакции конкретно в этом API никакого отношения не имеет. транзакция управляется соединением сессий. Вот, а курсор на стороне клиента предоставляет возможность по итерироваться по Result Set, вот, а на стороне сервера, соответственно, это какие-то ресурсы для того, чтобы эту итерацию поддерживать. Вот, и они тоже могут быть довольно значительными, и возможно, что я, игравшись с какой-нибудь другой базой данных, возможно, я бы ее уронил, но вот позже у меня не получилось. Вот, но я и не сильно старался. Вот, да. Только с помощью, наверное, важно сказать, что на клиенте многие проверяя без указания венчат определенного могут себе другие просто и ситуации. Возможно. А, ну, если ему конечно указать, он по покололу не упадет. Понятно. то, что мы сейчас сказали, это то, сколько данных загружается на клиент при выполнении запроса. Это зависит от реализации драйвера. Это речь про питоновский конкретно, да, или про GBC? Понятно. Вот. После выполнения запроса, если запрос вернул много данных, там, миллион строчек, вот, то некоторые драйвера позволяют до явного вызова метода ничего не загружать. Соответственно, на сервере создается серверный курсор, который позволяет с результатом чего-то делать. И пока вы там не начали итерироваться, на клиент ничего не получается. А, да, некоторые драйвера сразу весь результат возвращают на клиент. Ну, если там миллион строчек, то клиенту, наверное, не будет очень хорошо. Вот. И, соответственно, ему нужно все равно курсору явно сказать, сколько он хочет строчек получать. Какой размер очередного фетчи. Значит, да, курсоры тоже нужно закрывать. Это не очень очевидно, но у курсоров DBAPI тоже есть метод close, который тоже нужно вызывать. И в JDBC методы close есть у результат сета, у стейтмента, у коннекшена. Вот. Их все нужно закрывать. И там, опять же, много тонкостей. Типа, закрывается ли результат сет, когда я закрываю коннекцию. Ответ обычно да, но бывают исключения. По-моему, про Oracle я такое видел. Да, драйвера тоже пишут люди, и они тоже могут делать ошибки и не читать спецификации. Так что от греха подальше лучше их явно закрывать везде, где возможно. После этого код превращается в не очень красивое месиво из операторов try и finally, ну или try with resources. Вот, но что уж поделать. Можно спросить, когда коллекшн открывает, Java явно говорит, что надо оборачивать трайвер, ну или трайвер, да, да. Result set реализует auto-closeable, это посмотрел, там методы могут не бросать исключений, собственно, Java говорит, что нужно поймать исключения. Вот Result set возможно методы, хотя по-моему они тоже все бросают какой-нибудь исколь exception. Ну, про runtime вам компилятор ничего не скажет, вообще я бы ожидал, что они все какой-нибудь исколь exception бросят, мне кажется, неизбежно, просто возможно, что вы его уже поймали в окружающем трое, поэтому компилятор вам ничего не скажет. Окей, значит, при написании такого кода нужно ожидать всего чего угодно, и действительно все, что угодно может произойти из базы данных, и база данных может отвариться, и в запросе у вас могут быть видимые и невидимые опечатки, это проблема с рандомным делением на ноль, например, вполне себе проблема, или если вы вставляете какое-нибудь значение, пришедшее от пользователя, нарушается какое-нибудь ограничение ключа, и вы получаете тот же самый сколь exception, и должны по этому поводу все закрыть, что есть. Кстати, про ввод от пользователя. Самый, наверное, популярный трабл в домашних работах заключается в том, что new flight равно как там sysargv, да, у нас ноль. print new flight new planet planet new planet равно new planet трампам-пам-пам-пам-пам s s процент не s-a-d new planet отличный код commit commit api 7 а тут стыр, да, окей, раз это стыр, то будет да, и не api а 1 new planet равно 7 enter 7, все хорошо до тех пор, пока пока не придет злой пользователь, который вместо 7 тут напишет что-то в духе 7 drop table planet есть целый xkcd комикс на тему а вы действительно назвали своего сына drop table students да, 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 да Петр, брось таблицу, мы так его обычно и называем, а вам следовало бы эскепить свои аргументы в запросах так, ну что, мне кажется равно 7 вроде достаточно нет, не совсем или да синтаксическая ошибка еще синтаксическая ошибка, но сейчас мы ее select звездочка from planet ну, примерно так каскад, да каскад прощайте планеты, вы были хороши, мы только что уничтожили всю вселенную и теперь никаких планет у нас есть, да? черт транзакция, да наверное нет, тут транзакция подтверждена, но она не выполнилась, потому что нету таблицы планетов select, это я как бы сам себе сам сам оборвал свою вредоносную транзакцию, но ничего вот теперь-то когда я не использую во втором запросе планеты уже планет никаких нет вот это, конечно, не то, чтобы прям тривиально написать дроптейбл, но как видите ничего сложного и таких любителей поразвлекаться мне кажется, что они все роботы их чертова прорва в интернетах я иногда вижу в логах HP запросов что-то в этом духе иногда признаюсь сам пытаюсь вести точку запятой в каких-нибудь поисковиках иногда мне это удается к сожалению дальше мне становится страшно идти но это такие государственные вполне сайты ну это как раз да может быть даже вполне ожидаемо что как раз таки на всяких налоговых или что-то в этом духе сайтах такие иногда развлечения проканывают на всякий случай здравствуй запись я не призываю никого это делать никогда так не делать это уголовно наказуемо вот иногда так не делайте но в своем коде не забывайте про то что такие уголовники могут найтись и никогда не конкатинируйте и не форматируйте вручную строчки в каких бы то ни было запросах для того чтобы делать это безопасно никогда да для того чтобы делать это безопасно во всех уважающих себя API есть возможность объявить в запросах placeholder и передать параметры не знаю для чего для удобства надо полагать пользователей в db API в питоне правильный запрос от неправильного отличается вот теми изменениями которые я сейчас сделал тот же самый синтаксис форматирования процент с те же самые передача аргументов как при форматировании строчки но это уже не форматирование строчки это передача и вот эта запятая тоже важна кстати передача тапла в метод execute компоненты которые подставятся на место placeholders в запросе где мои бедные планеты давайте их создадим что ли create или или сейчас у меня что-то есть генсхема докер rm минус f postgres c c почему и все остальное докер ps запустим докер снова создадим psql минус f генсхема создадим все наши таблицы вот и попробуем сделать наше наше вредоносное действие снова и что снова получится да нет не получится мне кажется или все получилось d да снова все почему это а это прекрасная программа атом которая не сохраняет по умолчанию черт еще раз так планеты есть да теперь уже все плохо в смысле все хорошо тот тот же самый тот же самый вызов с той же самой каверзной строчкой но теперь уже db api подставил эту строчку в идентификатор планеты ну и резонно мы получили отлуп от постгресса мы пытаемся какую-то строчку вписать вместо идентификатора ту самую и у нас это не получается вот так что все стало хорошо но разница между правильным и неправильным использованием как видите невелика это меня лично огорчает потому что на глаз сложно увидеть правильно использование execute или неправильно правильно ли мы вставляем параметры точно там будет ошибка у строчки на самом деле может быть будет но неправильно просто работать вот он попытается взять нулевой элемент этого объекта так как эта строчка то сработает наверное а если бы было число не сработало вот в jdbc это немножко более явно там нужно немножко больше постараться чтобы создать создать стейтмент с плейсхолдерами вот но зато на глаз видно что тут все хорошо что человек использует плейсхолдеры и подстановки вот в домашних работах такого было много постарайтесь так не делать в продакшене да ну я бы наверное если бы я делал на клиенте я бы сделал два просто запроса если у меня есть конечное число два я сделаю просто явно два и если одно условие так то выполняю первое если так то второй если там динамическое число полей я бы наверное не стал пользоваться плейн gdbc в этом случае а стал бы использовать какую-нибудь настройку над ними вот ну типа gpa или что-нибудь в этом духе вот если бы такие приперло ну не знаю вручную попробовал бы сделать значит окей основные подводные камни которые ждут при программисты при работе с операторами особенно модифицирующими данные мы разобрали давайте теперь поговорим немножечко про то как сделать код немножечко более устойчивым к изменениям что тоже важно покуда у нас один один единственный скриптик на сто строчек мы его можем в любой момент переписать когда вместо скриптика на сто строчек приложение о десяти тысячах строчек наша жизнь становится более тяжелой и в этой жизни нас что ждет нас ну если мы используем такой же примерно стиль с конструированием SQL-операторов везде где сочтем удобным вот то у нас скорее всего эти SQL-операторы будут так примерно размазаны по всем обработчикам HTTP-запросов если у нас веб-приложения которые у нас будут если кто-то получает список планет в своем HTTP-запросе то мы там будем делать select в соседнем обработчике который назначает нового капитана будем делать update и так далее это само по себе будет проблемой в тот момент когда что-то изменится в базе данных вам нужно будет натурально найти все если у вас поменяется таблица flight там что-нибудь переедет в другую таблицу например давайте скажем для примера для примера у нас тут что командир мне давайте сделаю таблицу как схема сложный генератор сделаю таблицу с капитанами но не такую а другую командир один у которого будет рейтинг int и мой любимый chevron color int чтобы это не значило цвет погона и значит рейтинг это первый аргумент color это второй уберем update команд да сейчас у меня командир один set рейтинг равно с где и chevron у нас назван был color chevron color равно new planet рейтинг color где где id равно color id 2 3 id равно 1 так commit все хорошо запишем сюда какого-нибудь капитана insert into commander 1 id name rating 1 values 1 и код наш выполним капитан первый рейтинг 100 цвет 3 select звездочка from commander 1 поставили окей значит сразу напишем select еще кур execute select select звездочка from commander 1 где id равен id print кур fetch one окей значит простенькое приложение которое меняет рейтинг и цвет шеврона и делает выборку тут все относительно хорошо с расположением строчек кода которые изменяют объект и мы про это особо даже говорить и не будем вот но и допустим это приложение там крутится в продакшене обслуживает какой-нибудь http запрос делает изменения и потом показывает что изменения произведены в какой-то момент к нам приходит приходит злой ну или не злой просто приходит кто-то проектировщик говорит вы знаете ребята мы ошиблись очень плохо что у нас рейтинг и цвет находятся вместе в одной таблице с капитаном потому что цвет погона должен зависеть от рейтинга всегда функциональная зависимость должна выполняться а у нас она никак не гарантируется надо короче все переделать сделать отдельную таблицу давайте create table рейтинг num num id int color int и теперь переместите пожалуйста все ваши рейтинги с цветами в эту таблицу а из исходной удалите ну давайте я перемещу просто так вот insert into рейтинг id color values 103 и скажу исходной таблице alter table commander 1 drop column рейтинг рейтинг commander 1 и chevron color тоже chevron color и добавим столбец add column рейтинг id foreign key рейтинг рейтинг id references рейтинг от constraint ну ладно пусть без все эти да тип еще нужный int references рейтинг нету primary key ладно потом сделаем окей значит теперь у нас есть select звездочка from рейтинг from commander 1 поставим ему даже update commander 1 set рейтинг id равен 100 одна строчка поэтому не страшно с точки зрения базы данных все изменения прекрасны с точки зрения приложения все печально потому что схема поменялась и теперь мы даже не то что update вот мы простого select ну простой select мы сделать сможем но не увидим там чего хотим если бы мы хотели тут найти где рейтинг равен где рейтинг айди равен нашему рейтингу то даже эту простую операцию где да не айди это я уже знаю что она где рейтинг даже эту простую операцию мы сделать не сможем нам дают подсказку что кстати очень удивительно со стороны постгресса что это он такой умный вот но select уже тоже не работает значит что-то изменилось в базе данных в приложении все сломалось и тут нужно что-то делать значит что значит каким что могли бы сделать превентивное что и что могли бы сделать пост так сказать всего этого но если мы просто увидели что что-то сломалось что что-то переместилось в базе данных и нужно пообрести приложение то естественно нужно найти все места в приложении где мы используем соответствующую таблицу и их поменять и вам будет легче это сделать если вы знаете что они все в одном месте все эти select вот соответственно если вы их вообще в принципе пишете эти select да даже если и не пишете если используете объектно-реляционное отображение то будет круто если они будут собраны более или менее в одном месте они размазаны по коду вот но это как бы тема скорее не с базами данных а с программной инженерии мы не будем особенно затрагивать вот а что можно было бы сделать чтобы приложение не ломалось в таких случаях вот это уже более интересно с точки зрения базы данных можно ли сделать так чтобы в случае изменений в схеме приложения оставались бы живы вот ну на самом деле можно не совсем конечно всегда и возможно не всегда это те усилия которые для этого требуются стоят выделки возможно вы просто знаете что не будете это менять или знаете что если что-то поменяете оно сломается то это вам будет стоить недорого вот ну или знаете что всегда найдете все изменения у вас так поставлен процесс разработки что ничто не может сломаться казалось бы вот но допустим если у вас есть сложные сложные таблицы шансы на изменения которых велики потери от поломки приложения велики и вы не очень уверены что все это никогда не сломается вот и вашему приложению нужно сделать вот какую-то такого рода выборку из из какого-то более или менее сложного запроса по каким-то условиям что вы могли бы сделать тут вам на помощь могут прийти прекрасные вещи под названием представления которые есть практически везде в любой базе данных и которые хорошо работают в основном и позволяют вам по крайней мере на чтение себя немножечко застраховать значит что такое представление это запрос которому дали имя это я ему сейчас дал имя а сейчас дам напишу собственно сам запрос select звездочка from commander 1 join рейтинг on commander 1 c join рейтинг r on c рейтинг id равен r id запрос который как я надеюсь в настоящее время правильно вернет нам капитанов с их рейтингами и цветами column id правильно select c звездочка r как это называется color select звездочка from commander view теперь этот запрос у него есть имя и это записано в метаданах в postgres выглядит как обычная как обыкновенная таблица вы можете делать условно обыкновенная таблица вы можете обращаться к ней с запросами можете найти там каких-нибудь где color равен трем можете использовать других запросов то есть по крайней мере на чтение это то же самое что и обычная таблица но эта таблица виртуальная ее содержимое вычисляется каждый раз когда вы ее используете и когда вы это сделаете выполняется запрос его результаты подставляются как тело этой таблицы вот соответственно если бы наше приложение чудесное на питоне использовало бы не таблицы базовые хранимые а представление color color то тогда для 1 1 1 2 3 то тогда для того чтобы сохранить его работоспособность в случае каких-то изменений достаточно было бы это представление пересоздать если бы у нас вернулся обратно цвет из таблицы рейтинг в таблицу капитанов то мы бы заменили этот запрос на select звездочка from commander 1 и наши приложения точно так же продолжили бы работать, даже ничего не зная про то, что стряслось в глубинах базы данных. Это довольно приятно, что можно сделать так, что приложение не требует изменений при изменениях в схеме, потому что изменения в приложении, ну, они могут быть затратными, вам нужно их написать, протестить, задеплоить. Хорошо, если вы его задеплоите на один сервер в одном месте, а не на 100 серверов в 100 разных местах. Вот, если у вас 100 серверов в 100 разных местах, кто сказал Сбербанк? Вот, ну, я не знаю, как там на самом деле, я надеюсь, что лучше, чем я думаю. Вот, я вспомнил исключительно из-за, где карточку открыли, там и туда, и идите. Вот, что как бы намекает на то, что у них не связаны друг с другом информационные системы в отделениях. Вот, если бы у вас были клиентские приложения на клиентских машинах в виде скомпилированных программ для Microsoft Windows, и вы не можете просто так сказать, а ну-ка, в облаке что-нибудь по апдейте, и вот вам новая версия приложения. Вот, а вам нужно, ну, подойти, я уж даже не знаю, с чем там подходят, с флешкой распаивают, ну, или как-то еще делают обновления. Короче, работа вашего предприятия после таких изменений вполне может остановиться на некоторое время, и это, скорее всего, вашему предприятию не понравится. Вот, для того, чтобы пусть даже и временно обеспечивать какую-нибудь бесперебойную работу предприятия, пока вы не напишете новую версию приложения, тоже вполне себе работающая схема по использованию представлений. Но иногда представления нужны просто-таки не в качестве, не для облегчения миграции там с одной версией на другую, а просто сами по себе, потому что вашим пользователям, которые пишут запросы программистам на 1С или кому-нибудь еще, им не очень интересно, как вы там декомпозировали ваши таблицы, читать вашу схему о 100 таблицах им тоже не хочется, вот им хочется увидеть перед собой табличку под названием склад, в которой можно простым запросом select звездочка from склад, где ID товара равен такой-то, вот, или где номер склада равен такой-то. Сделать простой запрос и показать результаты бухгалтеру, там, заведующему складу. И для их нужд представления тоже могут быть прекрасны. Вы можете написать довольно сложный запрос, состряпать из него представление и предоставить вашим пользователям такую денормализованную, как правило, таблицу, в которой собраны все данные нужно конкретно этому пользователю. Вот. И это прекрасная фича, которой, я считаю, можно и нужно везде пользоваться и делать запросы в коде приложения попроще, согласитесь, проще видеть select звездочка from commander в U, нежели select звездочка from какое-то там соединение 10 таблиц. Вот. Соответственно, более интеллектуальный труд ложится на тех, кто умеет писать искольный код, менее интеллектуальный код на тех, кто умеет программировать формочки в клиентских приложениях. Да не обидятся они на меня. Тоже важный труд. При помощи представлений можно сделать что-то еще, разграничать права доступа и всякое такое, но нам это, наверное, не очень интересно. Некоторые представления в некоторых СУБД бывают обновляемые. Таковых СУБД не очень много, вот. Но по возрасту их число входит. Он умеет правильно в некоторых случаях автоматически воспринимать изменения оператора апдейт, примененные к представлениям. Правда, это очень ограниченное количество случаев. Но позволяет также и писать пользователю некоторое количество кода для того, чтобы представления были изменяемыми, мы, наверное, до этого немножко попозже дойдем. Не сейчас, но в более поздних лекциях. А сейчас, да, ну и, собственно, мы уже перешли к операциям, которые изменяют что-то в базе данных. Если для того, чтобы читать данные и сохранять приложение работоспособным при изменениях в базе данных, в общем-то, достаточно представлений, то для изменения данных, как правило, нужно что-то более серьезное. Там написать два запроса в зависимости от условия, что-нибудь еще. И тут на помощь могут прийти хранимые процедуры. Ну и сразу, что тут, что в онлайн-курсе оговорюсь, что я не являюсь их горячим поклонником. У них масса недостатков у хранимых процедур, начиная с того, что они совершенно непереносимы между базами данных, разными. Ну, то есть вообще. Может быть, там чуть-чуть кода 40, чуть-чуть перенесется на Postgres или обратно, но, скорее всего, на первой более-менее сложной конструкции все споткнется. Продолжая тем, что они могут мешать масштабированию, может быть какой-то код, который должен пополняться, рассылка имейлов, но который не запихать в хранимую процедуру, или если запихать, то это плохая идея по любасу, чтобы база данных рассылала почту. Их держать код процедур, согласованным с кодом приложения, тоже с точки зрения верхнего контроля затратно. Я иногда жалею, что я не зову на эти лекции Яшу Сироткину, если вы такого знаете, не знаете, наверное, уже, да? Вот это наш известный товарищ, бывший руководитель Java User Group в Питере. Он очень не любит хранимые процедуры. Привет, Яша, если ты меня слышишь. Я, возможно, тебя поддерживаю в этой борьбе. Он бы, наверное, рассказал про свой прекрасный опыт выпиливания их из сложного приложения, где они были реально, я так думаю, помехой. Но, тем не менее, если ваше приложение относительно простое, и вы не рассчитываете на перенос кода, скажем, на Oracle, то хранимые процедуры могут быть вполне полезны, и их использование вполне может быть осмыслено. Я вам для примера покажу код из робота, который проверяет домашние задания в онлайн-курсе. Там написано целое чертово про хранимых процедур, которые делают то себе пятое-десятое. Я уверен, что если бы я их делал в коде приложения, то робот был бы гораздо более тормозным. А хранимые процедуры в Postgres и практически во всех других СУБД, которые их поддерживают, представляют из себя язык программирования, императивный практически. Все, что вы ожидаете увидеть в императивном языке, циклы, ифы, переменные локальные, эксепшены, обработчики эксепшенов, все там есть. И это есть, но разница от одного производителя СУБД к другому, повторюсь. Параметры, аргументы и так далее. Ну и тут вот хранимая процедура с названием TestBasic, которая пытается вставить несколько строчек в созданную пользователем таблицу. У нее есть параметры выходные, которые она пишет в сообщении, результат. Есть один try-catch блок, хоть это не очевидно, что это try-catch, но это он. В хранимых процедурах они такие олдскульные, со словами begin-end, if-end-if, вот все вот это вот. Нет у них там фигурных скобок, вот, а есть вот такие хорошие длинные ключевые слова. Блок try-catch, который пытается что-то удалить, удалить все из таблиц, и когда ловит эксепшен, то считает, что это означает, что какая-то из таблиц не найдена, что, скорее всего, так. Потом блок, который пытается сделать несколько инсертов, тоже ловит эксепшен и проверяет, что это за эксепшен, и возвращает, соответствующую ошибку. Вот тут, надеюсь, хоть модуль еще и не закончился, но я думаю, что все простые вещи вы прошли. Вот. Процедура, которая проверяет, что ISBN-пэйдж является ключом, тут посложнее. Сначала вызывается одна процедура, проверяется ее результат с if, с if и ретурном, дальше пытается нарушить ограничение ключа, и когда смотрит, ловит эксепшен и видит, что это ограничение ключа, то тогда, значит, хорошо, а иначе нехорошо. Вот. Ну, то есть все, что можно ждать от обычного кода, тут есть. И в результате можно из хранимой процедуры, тут, кстати, написано везде function, в стандарте Square, по-моему, есть и procedure, и function, но Postgres решили, что это одна фигня, отличается только тем, что одна возвращает void, а другая не void, вот, и сделали только функции. Вот. Все это функции, их можно использовать в выражениях, там, где это имеет смысл в выражениях, где результат скалярный, вот. И можно писать select звездочка from и дальше название хранимой процедуры и что-то делать. Помимо всего прочего, что хранимые процедуры непереносимые, там, и так далее, есть еще одна прекрасная грабля, которая ждет программистов, программистов, пришедших из нормальных языков, из Python и Java, они все пытаются записать, и узнавших про хранимые процедуры, в их глазах загорается огонь, они считают, что, ну, наконец-то, я нашел то, что мне было так знакомо в моих языках, я теперь могу написать функцию, которая считает количество полетов у капитана. Вот, и это же круто, что можно написать функцию get flight count, который принимает Captain ID, выполняет запрос, вот, и потом писать что-то в духе. Давайте, кстати, ее напишем, если у меня получится справиться с многословным синтаксисом. Create or replace function get flight count, capt commander ID, commander ID, int, returns, int, int, as select count 1 from flight, где, 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 commander ID равно, commander ID, тадам, language, да, хорошо, что спросили, хранимая процедура всегда вызывается в контексте транзакции. Это, в общем-то, очевидно, потому что ничего не бывает без транзакции, а хранимую процедуру можно вызвать только там, написав select. Вот, select сам по себе в транзакции, и хранимая процедура в транзакции. Она закроется, когда закончится оператор. Вот. Ну, то есть она, так сказать, транзакшн-агностик, и создавать транзакции внутри хранимая процедура нельзя в Postgres, в других базах данных. Да, да, да. Так, давайте сделаем get flight count в нашей базе данных. begin count 1, int, зараза, вечно нарываясь на эти грабли. Select get flight count у товарища с номером 1, у него 50, с номером 2 59 и так далее. И теперь, когда у нас есть такая прекрасная вещь, можно же написать красивый модулярный код, который сделает select name get flight count ID, commander ID, ID, from commander. в таблице, в таблице commander нету никаких полетов. Commander, co, commander. Нету никаких полетов, только ID и имя. Для того, чтобы посчитать полеты, нужно там сделать join, все такое. Вот. И, разумеется, программисту, который пришел из питона Java, все эти join'ы, темный лес. Вот. Его естественное желание написать функцию, которая все считает, тем более, что, как говорили, функциональное программирование, это круто, быстро, модно, молодежно. Вот. И, разумеется, такой запрос имеет большие шансы появиться. Чем он плох? Тем, что, если бы тут было капитанов не 9, а 900, то мы бы увидели разницу во времени выполнения, так сказать, невооруженным глазом. Вот. А тут нужно таки вооружиться глазом, чтобы эту разницу увидеть. Но ничего, мы это увидим еще потом. Вот. Разница в том, что запрос со всеми этими join'ами, которые, казалось бы, нечитаемый и сложный, любая СУБД, уважающая себя, оптимизирует и выполнит оптимально, и каждая таблица просканирует один раз. А конкретно вот тут вот таблица flight сканируется 9 раз во время выполнения этого запроса, что никак на производительности не сказывается, и, скорее всего, он работает в 9 раз дольше, чем тот же запрос, который написан привычным для SQL-а стилем. Нет, возможно, это ничем не отличается от любого кода на кристалле? Ничем. И у них даже производительность будет, ну, это немножко быстрее, но порядок одинаковый. То есть количество повторов забьет все разницы. А выполняется с обычным чем? Это какой-то интерпретированный язык делается, и дальше выполняется этот этап? В смысле, как-то внутри. Честно, не знаю, как это выполняется в Postgres. Ну, например, из Redis они его компилируют в C, по-моему, подкладывают в D-детечки. Ну, вряд ли это происходит в Postgres, потому что текст этого всего можно менять на Литубе, без перекомпирирования. Вряд ли там спускается компилятор C. Это было бы слишком. Но я думаю, что какой-нибудь внутренний байт-код доморощенный. На самом деле, языков на которых… Ну, возможно, что это просто хранится текст в таблицах и подставляется, если это язык SQL. Я не удивлюсь, это действительно так. Как видите, тут бывает обязательное указание языка. Вот, и вот эта функция написана на SQL, и в ней может быть только запрос один. Вот. А вот эта функция написана на PLPG SQL. Плостграфская версия языка PLP SQL из Oracle. Вот. И тут же могут быть всякие разные конструкции развесистые. И вот она, возможно, компилируется, какой-то внутренний байт-код. Еще можно писать хранимые процедуры на всяких там C, что-то у них есть еще, Perl, по-моему, или что-то в этом духе, Java. Многие поддерживают на Java хранимые процедуры. Но их с ними, да, немножко посложнее, чем просто так поменять текст. Так что это на самом деле зависит от языка, на котором она написана. Так же, как, кстати, и представления. Они могут быть как просто строчкой, поставляемой в запрос, так и могут быть действительно чем-то хранимым даже на диске материализованными результатами. Вот. Так что это такой недостаток хранимых процедур с точки зрения стиля разработки, что они провоцируют человека их использовать не по делу. Вот. Старайтесь так не делать. Вот. Но если сделаете, и я это увижу, то я вам скажу. Если, возможно, что вы это сделаете, и сами увидите, что что-то идет не так, потому что с OBD не возвращает результаты в течение пяти минут, и процессор греется. Глобальное посыпление приближается. Вот. Но возможно, кстати, что в некоторых случаях это, как и всегда, вполне резонно сделать, потому что объемы выборки небольшие. Вот. Либо то, что считает процедура, она считает не по большой таблице, и как бы ничего в этом страшного нет. Вот. Так что все зависит от конкретного случая, но чаще всего это плохая идея.